Всем привет, с вами Влад и сегодня будет ролик по Элдое. Я буду выполнять в последний раз задание старого байкера. Почему в последний раз? Все очень просто. К сожалению, этот ивент скоро закончится. Ну ладно, ребят, я не буду, конечно, сильно расстраиваться, потому что, ну, каждое временное обновление когда-то должно заканчиваться. Ну и, в принципе, давайте начнем выполнять задание. Я должен принести этому байкеру сначала пиво, а точнее не старому байкеру, а такому вот человечку, который здесь у нас находится на локации база байкеров. На почте у меня, по-моему, пива нет. Да, у меня только 4 штучки, именно поэтому я сейчас пойду на базу и возьму пиво. На базе оно у меня, по-моему, точно есть. Ребят, короче, я уже пришел на базу и у меня уже было с собой пиво. Это я, конечно же, немного затупил, но бывает. Ладно, отправляемся на локацию база байкеров. Ну что, ребят, я приехал. Так, слазим с чопера и идем к старому байкеру. Что там? А, точно, пиво нужно отнести. Хорошо, сейчас опять садимся на чопер и едем к этому челику, которому нам нужно отдать пиво. Такс, вот этот байкер нас уже здесь ждет. Такс, отдаем пиво и отличненько. Теперь давайте посмотрим, какое будет следующее задание у старого байкера. Такс, мы регулярно устраиваем волоски за запчастями. Байкам нужен уход защитить и байкеров на придорожной свалке. Хорошо, я не против. Сейчас я выполню задание старого байкера. Оно вроде бы как легкое. Хотя, на той же локации очень много зомбарей. Но я уверен, я с ними справлюсь. И надеюсь, они меня не убьют. Ну что, я пришел на эту локацию сюда, помоги добиться от зомби, пока мы ищем детали. Да, как я и говорил, этот ивент у меня уже несколько раз был. Наверное, это уже какой-то третий или четвертый раз у меня этот ивент попадается. Но ничего не беда, мы сейчас вместе с байкерами убьем всех зомбарей. Можно показывать ящик. Не знаю, для чего я его, конечно, ултаю, если я уже открыл ящик за нашивки. Наверное, просто, чтобы наформить эти нашивки, потом на память их ставить. Но я уверен, что после байкерского обновления эти нашивки пропадут. И если это реально будет так, то будет очень печально. Ага, нашел, говорит один из байкеров, у которого красные волосы. Но что он там нашел, непонятно. Мне главное золотать еще один ящик и подождать, пока я не убью всех зомбарей. Так, смотрите, этот один из байкеров просто подошел к зомбарю, мощит его, а он не двигается. Что за фигня? Странно как-то. Я просто на миникарте так видел. Ну ладно. Так, ладно, мне нужно помочь еще этим байкерам убить зомбарей, потому что еще у меня задание вроде бы как не выполнено. И это очень плохо, так как я должен выполнить задание старого байкера. Так что поменять на нашуку, давай болтай. Пока что тут не так уж и много зомби, хотя я вижу, что потихонечку, по-моему, ленечку тут уже прибегают поганые зомбари. Но я как-то не очень хочу с ними драться, только если мне будут помогать старые байкеры. Так, куда вы побежали? Вы что, мне не будете помогать? А нет, смотрите, они уже долго держатся и не хотят убегать. Но рано или поздно они все же убегут. Ё-моё, посмотрите, какая толпа зомби. Все задание выполнено, можно отсюда, наверное, убегать. Да-да-да, они тоже убегают. Что? Меня чуть не убили эти зомби. Меня зажимают, ребят. Это просто посмотрите на этот паровоз. Офигеть. Сейчас заплют, захракают, блин. Бежим, бежим отсюда, бежим. А, нет-нет-нет, помогите. Да, я успел выбежать из этой локации. Так, ребят, я снова у старого байкера, и теперь смотрим на последнее задание. Мне нужно, короче, убить какие-то там зомби в Сосновом Бору. Хорошо, сейчас я отправлюсь на эту локацию, и будем смотреть, что за зомбарей мне нужно убить. Это задание самое легкое. Ну, как сказать, принести пиво, сигареты, либо жареные стейки, это тоже очень легкое задание. И вот именно это задание, я думаю, самое легкое у старого байкера. Ну что, ребят, я пришел на локацию Сосновый Бор. Сейчас будем смотреть, что тут вообще творится. И давайте начинать убивать зомбарей, так, бледные зомби. Я уже это задание не раз выполнял, но раз байкер нам сказал их убить, значит, я их убью. И параллельно с этим я буду еще, конечно же, лутать в сундуки, чтобы получить дополнительные ресурсы. Кстати, это видео я записываю 21 числа, то есть 21 мая, но выложу уже на следующий день. То есть на ютубе вы сможете его увидеть 22 числа. И, кстати, если вы смотрите этот ролик, то не забудьте поставить лайк, а также, если вы не подписаны, то обязательно подпишись на мой канал. И да, я немного отдалился от темы, почему же я выложил это видео через день после съемки. Все очень просто. Все дело в том, что сегодня, 21 мая, я выложил ролик по Майнкрафту. И второй, уже за сегодня день, видос по Ласт Дею я просто не успеваю выложить. Именно поэтому я выложу данное видео 22 мая. Я думаю, вы все поняли, ну и давайте я продолжу убивать наглых бледных зомбарей. Ура! Я выполнил последнее задание старого байкера. Отлично! В сундуке у нас еще очередные какие-то там ресурсы, ну и можно уходить с этой локации. Так, ребят, я пришел на локацию базы байкеров, и теперь давайте завершим все задания, которые я выполнил старого байкера. Нажимаем кнопочку завершить, смотрим награду. Награда, в принципе, как обычно, там резина, какие-то ресурсы, типа алюминиевой пластины, стекло, там, ну и как-то так, в общем. Ну что же, дорогие друзья, я в последний раз выполнил все задания старого байкера. И сейчас хочу немного поговорить о том, понравилось ли мне обновление с байкерским ивентом. Начну с того, что в новом обновлении 1.17.14, которое уже скоро закончится, добавили новую локацию базы байкеров. Я думаю, вы знаете, что здесь надо делать, там выполнять всякие различные задания и так далее. И помимо этой локации добавили также еще интересненькие временные локации, о которых я говорил в предыдущих роликах по лдое. По поводу локации мне все понравилось, но по награде так себе. Иногда попадается хороший лут, а иногда такой себе. Но лут за нашивки мне реально понравился. Также меня немного огорчило то, что это обновление делалось долго. Оно явно не такое масштабное. Ладно, ребят, с вами, в общем, был Влад и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok